Поэтому мы в каком-то смысле были мутантами. В детстве это была абсолютная любовь. Например, когда я вышла замуж, то на мою свадьбу пришли все преподаватели. Король выезжал на лошади. Пришла такая прикольная тетка. Вот молодых-то поэтов убивают вовремя. Они нам разрешали делать все. Ну, родилась я в городе Златоусте, Челябинской области. Такой известный город, в котором известный металлур Камосов жил. И, значит, недалеко от меня жил Анатолий Карпов. Лидия Скобликова училась в моей школе, то есть чемпионка. То есть город такой интересный, замечательный. Находится он в горах на Южном Урале. Училась я там в школе, в нескольких школах, понятно, да. Ну и в школах, в общем-то, училась я достаточно хорошо. Ну и была, конечно, вроде бы как отличницей, но нестандартной отличницей, потому что, ну вот, например, в восьмом классе мне написали характеристику. Учительница сказала, что я с такой характеристикой никогда не поступлю ни в какой ПТУ. Поэтому пришлось дальше идти в девятый класс, десятый и в университет. Ну, учителя у меня были, конечно, замечательные. Ну, по всем предметам я успевала и ходила на всякие олимпиады, выигрывала на этих олимпиадах. Но тогда время было другое, то есть вот такое мышление было другое, то есть все боролись за какой-то единый образ. И понятно, я теперь, как взрослый человек, понимаю, что я не вписывалась вот в стандартную ситуацию, так же, как не вписываются сейчас в эту ситуацию мои студенты в биофизике. Потому что есть нормальное распределение, есть вот люди, которые, ну, более-менее все одинаковые, и есть, значит, отклонение от нормы. То есть с одной стороны дураки, с другой стороны умные в нашем случае. Поэтому мы в каком-то смысле были мутантами. И поэтому вот в школу понятно, что когда, ну, вот я училась, были всякие такие проблемные вещи. То есть, ну, например, я могла прийти... Я выигрывала на всех олимпиадах, какие только могли быть, но при этом получалось, что иногда меня за это осуждали. Например, получилось так, что в пятом классе я была... Еще в физике мы не учили, и пришла на олимпиаду по физике для седьмого класса. Ошиблась школой. И заняла первое место. Ну, я просто читала Перельмана книжки и могла решить какие-то задачки такого плана. И получилось, но меня за это... Мне не дали первое место, потому что сказали, что это за девочка такая, она еще физику не учила, не могла занять первое место. В школе меня заругали за то, что я не в ту... Ну, подвела школу, не пришла на олимпиаду по математике и так далее. Ну, какие-то таланты в школе все равно проявлялись. Ну, например, я писала стихи, и меня даже публиковали. Там был такой сборник, издавали золотинки, куда собирали детские стихи. Вот у нас было такое очень интересное мероприятие, творческое объединение журналист. Мы выпускали газеты, ну, как стены окна роста, да. То есть такая... Был рулон большой, вот, ширины в метр. И мы там с крупными картинками, со стихами. Ну, это вот было мое детище, в котором... Ну, в принципе, я там была одним из главных редакторов. Там было несколько газет. Алые паруса, куда писали все стихи, какие только можно. И все, что дети сочиняли, была газета «Нокаут». Это такая большая картинка, четверостишье. Ну, то есть вот такая активная жизнь была у нас там. Но при этом, при всем, вот, как я сейчас спрашиваю своих одноклассников, они все говорят, что я была очень скромная девочка. У меня тоже такое ощущение, что я была очень скромная девочка. Физикой я как-то сильно не занималась. Обычная школьная программа была. Вот. Больше даже математикой. Ну, я-то как-то, ну, заканчивала школу. Я мечтала стать либо поэтом, либо математиком. Но потом поехала в Новосибирский государственный университет. Меня на входе встретила женщина, известный ученый, известный генетик. Спросила, ты куда идешь? Я говорю, на математику. Она говорит, ну, что ж ты такая хорошенькая на математику пойдешь? Пойдем к нам на биологию. Ну, и развернула. Мы же не знаем, когда еще маленький, еще после школы, не знаем, куда нам поступить. Ну, в общем, я не жалею об этом. То есть я поступила на факультет естественных наук, на биологию. У нас был очень большой конкурс, и экзамены были необычные. То есть мы сдавали физику устно, математику устно и математику письменно на биологию. И писали сочинения по русскому языку на биологическую тему. То есть вот и конкурс был большой, там около 14 человек на место было. Поступить было трудно достаточно. Ну, вот у меня такое ощущение, что куда бы я ни поступила, я бы все равно там была успешной. И на самом деле эта успешность, она в большей степени зависит от того, как тебя воспитывали в детстве. Потому что, ну, вот, во-первых, я была долгожданной ребенок, меня долго не было. А это означает, что все меня любили. И вот эта иллюзия того, что меня все должны любить, и я всех люблю, она осталась именно от того, что вот в детстве это была вот абсолютная любовь, допустим, да. Потом как-то, так как занимался и тем, и другим, но родители были очень творческие. Они не имели высшего образования. У мамы вообще семь классов образования. Она в войну начала работать и уже осталась работать в типографии. Она была полиграфистом. А папа был металлург, тоже он войну прошел, закончил только техникум. Но они были очень творческие. То есть папа был изобретатель. То есть он там на металлургическом заводе все изобретал. Мама искусно вышивала, вязала. Вообще творчески ко всему относилась. Вообще такая довольно мудрая женщина. И они нам, детям, у нас трое детей было. Вот у меня сестра младше и брат младше. Они нам разрешали делать все. То есть мы были абсолютно всегда правы. Всегда нас защищали от всего. И вот такая семья была такая, что практически нам с детства внушили, что мы талантливые все. И получается, что вот эта вера в то, что дети талантливые, она очень важна. И вот это я понимаю. Потом в университете в Новосибирском такое же было отношение, что мы все были вот исключительные. Мы все были очень замечательные. Поэтому вот сейчас, когда мы работаем со студентами, то я понимаю, что важно не ругать их, а наоборот важно найти в них, открыть все таланты. И позволить им это сделать. Ну, возможности у нашего поколения другие, у нового поколения другие гораздо, да. То есть там вот даже эти появления компьютерных технологий. От этого, конечно, меняется мышление. Просто больше возможностей у нашего поколения. А дети-то также творческие. То есть когда с ними работаешь, со студентами. То есть они, в принципе, все очень творческие, все нормальные. И тут главное верить в то, что они талантливые. Оно было в соответствии с временем. Потому что сейчас другое образование, оно мне тоже очень нравится. То есть другое время, другие подходы. То есть вот по идее я не могу сказать, оно было лучше или хуже. Но оно точно было беднее, потому что возможностей было меньше. Это точно совершенно. Но все же развивается. То есть это все соответствовало времени. Во-первых, конечно, было очень интересно учиться. Во-вторых, в Новосибирском университете подход был такой, что к нам как-то, вот мы были для них, ну, такие штучные студенты. То есть они каждого из нас знали. Например, когда я вышла замуж, то на моей свадьбе, к новой свадьбе пришли все преподаватели, которые нас учили. Мы их пригласили. Они, не стесняясь, пришли на эту студенческую свадьбу. То есть они с нами общались, они про нас, про каждого что-то знали. Помимо этого, в Новосибирске было много интересных таких студенческих мероприятий. Например, там был карнавал. И вот на первом курсе я помню карнавал, когда весь академгородок, новосибирский, значит, был заполонен студентами. Вот там выбирали короля и королеву. Король выезжал на лошади в такой красивой королевской одежде. Королеву выбирали. Потом там танцы какие-то были по всем улицам. Ну, то есть это был такой настоящий карнавал. Просто после того, как защитила я докторскую, работы навалилось очень много. То есть, получается, появилась какая-то ответственность за все. И когда, значит, вот меня торопил мой руководитель, академик Исаевич Гетельзон, он говорил, надо защищать докторскую. Я говорю, да ладно, еще я молодая, я еще успею. Он говорил, вы-то успеете, а мне-то надо, чтобы вы скорее от этого освободились и работали спокойно. Ну и вот получилось, работы достаточно много. И как-то я не чувствую, что я еще как-то отстаю пока. То есть пока еще польза от меня есть. Я считаю, что стихи могут писать молодые, потому что гормоны работают, время другое. В молодости, конечно, стихи пишутся хорошо. А потом надо уже как-то на прозу переходить. Либо вот молодых-то поэтов убивают вовремя, они не пишут дальше стихов уже, получается. То есть фактически... И замечала я, что когда мужчины остаются поэтами долго, у них неинтересная уже лирика. У женщин, конечно, шикарные стихи. Там все вот и Цветаева, Ахматова, была Ахмадулина. Они пишут прекрасно, потому что женщины гормонально подпитываются постоянно. То есть там ощущение любви, там ощущение любви, ну даже не обязательно к мужу, а обязательно, ну в смысле или к мужчине, к детям. То есть оно все равно как-то подпитывает. Но это не те гормоны. Но когда я берусь, например, мне очень хочется о чем-то написать. Я сажусь писать, и меня мучает совесть, потому что у меня там автореферат, аспиранта недочитанный, диссертация, статья висит. Мне становится так стыдно, и я уже не могу писать чего-то художественное. Я начинаю читать диссертацию, да, чью-то. Вот я однажды прочитала, что про меня студенты написали. Но я только-только пришла, начала с ними разговаривать. Но разговариваешь так, чтобы они же тебе доверяли. И написано было, ой, к нам пришла такая прикольная тетка. Ну, на самом деле, в результате все равно все получилось, что Zoom дает какие-то преимущества. То есть когда мы начинали, то есть я и на лекции-то не читаю ее подряд, чтобы все заснули. То есть я каждые там 15-20 минут какой-нибудь вопрос задаю там, или начинаю какое-нибудь обсуждение, или там что-нибудь такое спрошу, чтобы они там встали, или похлопали в ладоши, или что-то еще. Потому что внимание же рассеивается. И в этом смысле мне очень важно, чтобы они меня слушали. Я вижу же в аудитории, кто слушает, а кто отвлекся. А когда читаешь в Zoom, то тоже нужно такие вещи делать. Ну, то есть там есть чат. То есть можно задать вопрос, попросить их ответить в чате. В это время они, конечно, если и заснули, просыпаются. Потом, ну, как-то пошутить, где-то анекдоты рассказать. То есть это нормально. И когда ты приспосабливаешь, то понимаешь, что дистанционное образование, оно имеет тоже очень много своих преимуществ. Вот у нас, например, сейчас лекции будет читать профессор с Казанского университета дистанционно студентам. Вот очень хотел приехать, ну, итальянец будет читать нам тоже лекции по биосенсорам. Тоже дистанционно. То есть открыты возможности просто другие. Люблю путешествовать. Но в путешествиях тоже ведь работаешь. То есть мы не путешествуем просто так. Мы ездим в университеты, там общаемся с народом, читаем лекции где-то там. Ну, все равно работаешь постоянно. Все страны интересные, они такие особенные. То есть я еще на своих курсах по методологии науки рассказываю про модели науки в разных странах. То есть они точно все отличаются. Скажем, в Ипонии, в Америке. То есть ученые вроде бы как все одинаковые, но модельно работают все абсолютно по-разному, в разных условиях. Это тоже интересно. То есть вот эти национальные особенности, они, конечно, сказываются. Ну и у нас вот на кафедре индусы работают, вы знаете, да, наверное. Вот профессор из Испании у нас работает просто как штатный сотрудник кафедры. То есть они тоже вот все особенные, все интересные. Поэтому все страны интересные. То есть какая из них любимая, даже не могу сказать. Но там, где море. Вино из-за дуванчиков Рея Боретбери. Ну, женские варианты. Там была Ахмадулина, Ахматова, Цветаева, Тушнова, наверное, даже. Ну вот женщины хорошо пишут стихи. Когда как. В принципе, я могу спать 4 часа спокойно и оставаться в рабочем состоянии. Ну, по нормам положено 7. Вот 7 я стараюсь спать. Ну вот, ну, наверное, помогать по возможности всем, кто ко мне обращается. Я вот сейчас чувствую, что я могу уже помогать, давать хорошие советы. И в этом смысле не могу никому отказать. Да и там, и там хорошо было. То есть мы же оптимисты, нам всегда хорошо.